Дональд писает Эннабель. Жила-была на свете корова. Звали её Эннабель. У неё часто болел живот. Но однажды она спасла корабль от кораблекрушения. Как-то в туманный день Эннабель паслась на лугу в Корну-Олле у самого берега моря. Туман был такой густой, что она не видела даже своего носа и нечаянно проглотила колючий чертополох. Ой-ой-ой, как заболел у неё живот! Эннабель громко замычала. А в это самое время по морю плыл большой корабль. Капитан поднёс глазам подзорную трубу, но не увидел ничего, кроме тумана. — Где мы сейчас находимся? — спросил он старшего помощника. — Точно не знаю, сэр, где-то возле берегов Корнаула. — Дайте сигнал! — сказал капитан. Старший помощник капитана дал сигнал. — У-у-у-у-у-у-у! — загудела сирена. Эннабель услышала сирену и подумала. Наверное, ещё одна корова съела чертополох, и у неё тоже заболел живот. — Надо позвать доктора! — и она замычала в ответ. — Прислушайтесь! — сказал капитан. Старший помощник остановил сирену и прислушался. Сквозь волны и туман до них донеслось. — Му-у-у-у! — Это мы Читанабель! — сказал капитан. — Значит, мы где-то рядом с её лужайкой. И он, не теряя времени, отдал приказание. — Моп, Сташина! — Ах, нет! — Стоп, машина! — Полный назад! — Бросить якорь! Дать сигнал! Якорь ударился одно. Корабль остановился. А сирена опять загудела. — У-у-у-у-у! Капитан посмотрел за борт. Тут выглянуло солнце. И он увидел, что как раз вовремя остановил корабль. Ещё минута, и они разбились бы об острые скалы. Ему удалось спасти корабль только потому, что он услышал, как мычит Эннабель. Вдруг он снова услышал. — Му-у-у-у! — Му-у-у-у-у! — Странно, — подумал он. Эннабель всё ещё мычит. Может быть, у неё болит живот? И он послал на берег корабельного доктора с пилюлями. — Лечите, Эннабель! Передайте ей ещё вот что! — сказал он, — сказал он и вручил доктору маленькую коробочку с большой серебряной медалью. Когда доктор сошёл на берег, Эннабель всё ещё мычала. Но доктор посоветовал ей принять пилюли. И живот сразу перестал болеть. — Капитан просил меня передать тебе вот это, — сказал доктор. Он достал коробочку, которую капитан вручил ему, и показал Эннабель. На коробочке было написано «Эннабель от капитана за спасение корабля». А в коробочке лежала настоящая серебряная медаль. Доктор повесил медаль Эннабель на шею. Эннабель была очень горда. — Твоё мычание спасло наш корабль, — сказал доктор. — А теперь я должен спешить, так как нам надо плыть дальше, в Америку. И он вернулся на корабль. Солнце светило ярко, туман рассеялся. Эннабель поглядела на море. — Му-у-у-у! — сказала она. — У-у-у-у! — ответил корабль. Корабль отплывал всё дальше. И у-у-у-у! — делалось всё тише. Но капитан ещё мог разглядеть в подзорную трубу Эннабель с медалью на шее. — Му-у-у-у! — говорила Эннабель, глядя на море. — Му-у-у-у! — из большого корабля в открытом море в ответ раздавалось. — У-у-у-у! Эннабель чувствовала себя счастливой. Она щипала травку, а её медаль так и горела на ярком утреннем солнце. Эннабель с диагретю… Эннабель! Продолжение следует...